Таджики Сотрудники комитета по делам религии, упорядочению традиций, торжеств и обрядов проведут рейды в дни празднования Иди-Курбон. Именно они определят размер и скромность Дастархана. В рамках рейда будет проверяться праздничный Дастархан. Насколько скромно люди отмечают этот день, сообщил пресс-секретарь комитета по делам религии Авшин Муким. По мнению властей, размер стола должен быть не более 1,5 на 1 метр. На нем должны присутствовать фрукты и несколько праздничных угощений, в частности, чагалдак и орзук, традиционные мучные изделия. Сухофрукты тоже можно, но их не должно быть много, отмечается в сообщении. За нарушение этих правил грозит штраф в размере 5000 сомони. Напомним, что в августе 2017 года в Таджикистане в законе об упорядочении традиций торжеств и обрядов были приняты поправки. Следует отметить, что Иди-Курбон является одним из двух величайших исламских праздников, и на протяжении многих веков таджикский народ, как любой другой мусульманский народ, отмечал данный праздник с размахом и не скупясь на угощение. Наблюдатели отмечают, что подобные запреты и рейды осуществляются только в отношении исламских праздников и, как правило, не касаются светских праздников. Продолжаются протесты мусульман Хуэй в Нинця-Хуэйском автономном регионе Китая. Они начались 3 августа после того, как власти региона уведомили верующих о том, что мечеть, построенная в 2017 году в городе Вайжу, уезда Тонсин, взамен разрушенной во времена культурной революции, должна быть снесена из-за отсутствия надлежащим образом оформленного разрешения на строительство. Мечеть предписывалось снести до 10 августа, однако митинг сотен мусульман, собравшихся у стен мечети, заставил власти приостановить работы. 11 августа представитель администрации объявил об этом протестующим, после чего, как сообщает South China Morning Post, их количество существенно сократилось. Сотни этнических мусульман народности Хуэй из западного региона Нинця устроили сидячую акцию протеста против планов правительства снести огромную новую мечеть. Соборная мечеть Вайжоу с многочисленными куполами и минаретами в ближневосточном стиле не получила всех надлежащих бумаг от государственных органов на этапе строительства, как утверждают городские чиновники, передает Channel News Asia. Мусульмане Хуэй возмущены действиями чиновников и не побоялись устроить акцию протеста, несмотря на то, что такие действия в Китае сурово караются. Власти предложили мусульманам частично оставить на месте здание мечети, при условии, что ее купола будут заменены пагодами в китайском стиле, но местные жители не согласились на такой вариант. Если мы подпишем это, то продадим свою веру, возмущается один из жителей Вайжоу в приложении WeChat. Уничтожение элементов архитектуры в мусульманском и восточном стиле – лишь один из элементов дискриминационной политики Китая в отношении мусульманского меньшинства, которое в свою очередь совершенно несравнимо со зверствами китайцев на территории оккупированного восточного Туркестана. Аналитики отмечают, что разница в уровне давления на мусульман в Суар и во внутренних регионах Китая объясняется тем, что Китай желает укорениться на оккупированной территории, а сохранение уйгурами своей религиозной и национальной идентичности является препятствием для этого. За последние 8 месяцев в Узбекистане ликвидировано 116 худжра – исламских медресе, где обучались несовершеннолетние дети. Об этом в своем спецрепортаже сообщил гостелеканал «Узбекистан-24». Организаторам медресе предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса «изготовление или распространение материалов, содержащих угрозу общественной безопасности и общественному порядку и умышленное телесное повреждение». Правозащитники в Узбекистане считают, что приход к власти прилежного ученика каримовской системы Мирзиоева сопровождался введением символических реформ, в том числе и в отношении религиозных свобод. И хотя эти реформы несли всего лишь популистский характер, в народе это проявилось оживлением исламских чувств. Многие религиозные деятели из народа открыто возобновили обучение исламу подрастающего поколения. В ответ на это власти, испугавшись столь быстрой исламизации народа, после более чем 20-летнего периода страха, начали схлопывать реформы и закручивать гайки обратно, дабы не допустить развития и массового распространения религиозности в обществе. Редактор субтитров А.Семкин